За 25 лет спасательные подразделения Карагандинской области провели более 49 тысяч аварийно-спасательных работ, спасли свыше 30 тысяч человек и эвакуировали из опасных зон свыше 43 тысяч пострадавших. За всем этим стоят люди, выбравшие одну из самых трудных и опасных профессий. К сожалению, в истории ДЧС есть и печальные факты. 11 сотрудников департамента отдали свои жизни, исполняя служебный долг. Каждое торжественное собрание в департаменте начинается с возложения цветов к мемориалу и минуты молчания. Главная задача спасателя – это защита и спасение населения от чрезвычайных ситуаций. Среди пожарных нет случайных людей, заявляют ветераны службы. Они уверены, что и эти 20 молодых сотрудников текст присяги произносят от сердца. Я пошел на работу в органы гражданской защиты по стопам отца. У меня отец работал в гражданской обороне. Ушел на пенсию майором. После этого с детства я хотел стать пожарным. Юбилей службы «Карагандинский гарнизон» встречает большими достижениями. Это увеличенный парк современной пожарной и спасательной техники и увеличение количества пожарных депо и водоспасательных станций. Но главное достижение на сегодня – это снижение количества пожаров. С начала года у нас наблюдается снижение количества пожаров. За аналогичный период с прошлым годом это в процентном соотношении порядка 20%. Также идет снижение у нас наблюдается по травмированным, погибшим людям. «Карагандинский гарнизон» является самым крупным в Казахстане. С защитой населения и территории области обеспечивают 36 пожарных и 7 спасательных подразделений, 19 пожарных подразделений Орд Сандруше. Всего в постоянной готовности находится более 4 тысяч человек личного состава. Андрей Тен, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.